От того дня, в который приносите сноб потрясания, семь полных недель. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. Шалом, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу очередную передачу, которая затронет очень интересный аспект. Мы сейчас находимся в таком промежутке времени, очень интересном, а еврейские праздники, как бы некоторые весенние, как бы закончились, христианские наполовину у одних закончилось, у других продолжается, период как раз до Пятидесятницы. Мы назвали ее Шаваот, от Шаваота до Пятидесятницы, но с очень интересным аспектом. Мы будем говорить во времена Моше, Иерусалима и современном мире. Я уже повторюсь, несколько дней назад меня уже начали поздравлять с Днем Пятидесятницы, но с очень интересным образом. «Поздравляем с Вознесением Иисуса». Я сначала в ступор попал какой-то такой, сначала не понял, что за праздник такой, какой-то момент, а потом понял, что это же подведено как раз вот тому времени, что 40 дней Шава учил, потом вознесся и на 10 дней оставил Шава. Но я был в шоке, потому что у нас, у нас такого никогда не было, у меня в семье даже такого не справилась. Потому что и получив это, я немножко как бы попал в ступор. Но все-таки Шаваот мы отметили, а еще для некоторых Пятидесятница не настала. Давайте мы поговорим сегодня в ключе историческом, о Шаваоте, духовном и в современном мире, как это ложится в календаре вообще людей, то ли это религиозных, то ли это светских. И начнем с первого дня, наверное, Песоха, который праздновался в Египте. Почему оттуда мы начинаем? Потому что там начинается после... Ну, оттуда привязка, оттуда привязка. И оттуда начинается отсчет чего-то... Начало координат. Чего мы не знаем в то время, даже евреи не понимали. Что же нужно было отчитывать? Вот давайте мы начнем, наверное, Игорь, с тебя. Что произошло на следующий день после Песоха в Египте? Я понимаю, что евреи собрались и быстренько уехали. Это единственный раз, когда мы вовремя ушли от каких-то проблем, но не дошли до обитованной земли вовремя. Ну, смотрите, интересный момент, что действительно, если посмотреть на то, что происходило в Египте, и то, что в дальнейшем Маше на горе Синай уже дал как учение всему народу Израиля, оно отличается. То есть мы видим это и в Песохе, и мы видим это и в Шавуоте, по сути. Поэтому то, что происходило на второй день после того, как фараон сказал, что ноги вашей здесь не было, ну, они, как сказано, и Песох принимали, по сути, одетые обутыми и с пасохами в руках, и это не вскисшее тесто у них было там на плечах или на головах, да, и они были готовы к этому выходу. И они вышли. Поэтому на следующий день они, по-моему, это был Суккот, да, или где они там остановились. И вот как раз-таки это была первая ихняя стоянка, где они и вкушали эту первый хлеб, пресный хлеб, первую Мацуту, да. Поэтому мы это имеем как день Мацута, первый. Я тебя перебью, вы меня, простите. Когда у нас была эмиграция в 88-м году, Михаил Давидович, мой тесть, он немножко такой, знаете, вот человек, который прагматичный, на будущее смотрел. Когда мы выезжали в Эрес-Израэль, у нас были визы, все-все остальное, я пришел домой, и я вижу целый мешок хлеба. Ну, мы выезжали, понимаешь? Сухариков? Или хлеба? Нет, нет, вот именно хлеба. И я говорю, он же может у нас как бы испортиться, и все, говорит, не беспокойся. Вы еще скажете спасибо. Мы ехали через ЧОП, потом ехали через Вену, через все, и на всех наших стоянках он вытаскивал хлеб, да, потом. И даже нашел такое, что он уже, он черствый. Он говорит, секундочку, пошел, поставил на пар, разрезал. Мы где-то месяц, наверное, ели тот хлеб и были благодарны. Может быть, такая же самая тема, опять, взять хлеб с собой и выйти. Ну, евреев, что ты сказал? Не, ну, начнем с того, что они собирались выйти, но как бы им что? Кто-то говорил, что будет манна, будет какое-то пропитание. Они как бы приняли откровение о том, что надо выходить, но при всем при этом какие-то элементы обычной повседневной жизни. Нужно понимать, что вот то тесто, которое они заквасили, ну, как бы они его заквасили, чтобы на следующий день испечь. Как бы почему оно превратилось в мацу? Потому что поспешно оно не успело вскиснуть. То есть был нарушен привычный порядок, привычный ход времени. Как бы они думали, что как-то оно все соединится. Ну, то есть мы будем выходить, но какие-то вещи будут идти так, как они идут всегда. И очень часто мы, кстати, в отношениях с Богом так же себя ведем. Да, я вступаю в завет, но моя жизнь, она будет идти своим чередом, а Бог говорит, нет, многие вещи будут меняться так, как ты себе даже не представляешь. Был ли у вас план, мистер Фикс? Понимаешь, да вот такой, был ли у него план? Это очень хороший вопрос, потому что, вот читая нынешнюю недельную главу, где пришло поражение за бунт Корея, и потом, то есть с Кореем с 250 еще бунтовщиками уже разобрались, там народ возмутился, значит, и пришла, вот этот вот, мор пришел. Гнев господень воспламенился на народ, и пришел мор. И я вот, вот читал, и обратил внимание на такой интересный момент, что Маше, он, находясь вне Стана, он говорит Аарону, в Стане началась беда, и он знает, что ему делать. Ну, конечно, подожди, извини. Два миллиона людей примерно вышло, там, если брать всех месяцев, то это больше, чем Одесса. Попробуй узнай, чтобы в то время без телефона, без какой-то пеленгации, что происходит. Значит, у Маше все-таки была какая-то способность видеть ситуацию глазами Бога. Там, где это нужно. Ну, не до конца, я думаю. А кто из нас до конца может все понять? Нет, ну, я говорю, там, где нужно. То есть Бог открывает как-то, это как слово знания. Да. Открывает, сверхъестественно, какие-то моменты, которые необходимы для решения этой ситуации. Это вопрос стоит. С одной стороны. А с другой стороны. В Торе четко написано, да, что и не поведет он их прямым путем, а поведет их другим путем, потому что там война, потому что народ может увидеть войны, испугаться и вернуться назад. И мы видим, что действительно какая-то идея, вот то, что Витя говорит, да, с одной стороны, когда мы приходим к Богу, и мы считаем, что должно идти по прямой все, и мы хотим этой простоты, и мы видим этот прямой путь в Ханаан, и мы хотим уже, вроде вот же, что царство небесное, каких-то там 17 или 16 дней, и мы уже там, да. Если обетованная земля, это царство небесное, Боже мой. Это пока, мы пока говорим о Торе, о том, что происходило в те времена. И в те времена народ, как бы, видел, есть царский путь, и по логике, если мы вышли, то мы же должны идти, как обычно, как привычно, но вдруг мыше поворачивают в пустыню. Да, есть короткий, но длинный путь, а есть длинный, но короткий. Тогда у меня вопрос. Мы получаем второзаконие после некоторых событий, где уже детально Господь и Всевышний дает нам разъяснение о праздниках. Праздниках, да? Ведь на первом исходе там же не было объявлено, «Отсчитайте вы 50 дней». Этого не было, оно образуется уже позже, и этому должны быть какие-то причины. На ваш взгляд, какие причины могли послужить даяние именно вот этого синхронного, наверное, и последовательного праздника Господня? Потому что я предполагаю, что исход – это только начало. То есть Песох – это начальная позиция всем остальным праздникам. И это дисциплина или же это указание на что-то большее? Послушание. Первое. Ну, давайте возьмем послушание. Потому что действительно они были послушны именно водительству Божьему. И давайте не забывать, что все-таки там был еще столб огненный. И кроме того, что Маше мог иметь свое какое-то видение, которое Бог ему давал, полное или неполное, но с другой стороны был столб огненный и облачный, который их вел. Именно они и шли в послушании этому столбу. И именно Маше уже понимал, что когда исход, знаешь, подымался и стан подымался. Хорошо, это было знамение для народа или для всех народов? А это было и для всех, и для тех, и для других. Потому что мы же знаем дальше, когда разведчики были уже в Иисусе. Она и говорит, что мы видели, и мы изначально отслеживали эту ситуацию. И даже вот... Нет, так можно вспомнить уже эпоху пророк Шмуэль. Он уже возрастал в своем служении, когда ковчег забрали, чтобы с филистимлянами воевать. И филистимляне услышали громкий вопль в еврейском стане. И говорят, к ним пришел их Бог, который вывел их из Египта. Сколько лет прошло? Столетий. И окружающие народы знали, с кем они, кому они противостоят. Вот интересно, что, да, когда саглататы вернулись, да, повторно, как бы, те, которые осматривали всю землю, и в Верихоне они были укрыты, рахав, да? Рав. И они сказали, вывеси веревку красную, или платок красную веревку. Это, как на еврите, коренное слово хатиква, надежда. То есть пришла первая надежда для неевреев остаться в Божьем плане. Но, несмотря на это, давайте мы все-таки вернемся. Как нам, как нам просмотреть именно Шаваот во времена Моша? Мы понимаем, что выход был, исход, они пришли к горе, где Господь дал им 10 заповедей. Это, как бы, тот постулат, который необходимый. Дальше история развивается очень серьезно. Мы понимаем, что бунты и все остальное, и все-таки за сколько времени, на ваш взгляд, или же по каким-то, наверное, указателям, не прямым путем, а кривым путем, сколько нужно было идти до обитованной земли? Изначально, как мы говорим, если идти царским путем, 17 дней. А вот то, что происходило, действительно, был отход, да, отход на вот эти, как мы говорим, 50 дней, то, что они и шли к горе, и два года они находились у горы, получая там какие-то, ну, инструкции и все остальное, от Моше, как им дальше быть, да. Кроме того, дисциплина вырабатывалась и прочее, порядок какой-то, исчисление по станам, пофамильно и так дальше, местонахождение в станах. И, ну, в итоге, да, где-то две недели, это от горы Синай до границы, где-то около двух недель им было всего пути. И как раз-таки, вот, когда они подошли и послали уже лазучиков оттуда, которые там находились 40 дней, вот они уже ждали, они, по сути, были на границе. Другими словами, они обходили землю, обетованную землю, обещанную Богом, где течет молоко и мед, 40 дней. Больше, меньше, я не знаю. Ну, написано, что 40. Да, никто не засекал время, с какого момента начальника у нас. Как у нас на марафонах, раз, секундомер. Но мы говорим о том, что, возвращаясь из бусогладательства, осмотревая землю, они принесли, какому-то так, ненадежный заключение, верди, отчет. Отчет или же заключение о той земле, которую Бог дал. Два человека противостояли этому мнению, несмотря на то, что они, я думаю, что они тоже были частью того. Но, но, за это, как бы, такое неверие Всевышний дает им, как говорится, один день за год. Лишь потому, что сколько они обходили там? И, говорит, за то, что... Вот тут интересно, что за математика такая? Я думаю, что тут все достаточно просто. Прагматично? Да, да, ведь, моя Надя, воспользовавшись моментом, дорвалась до сладкого и съела намного больше, чем положено. Хотя она знает, что мы от нее не прячем и мы выдаем в здравых порциях. Я, когда об этом узнал, то есть, мама хотела в качестве наказания, хотела, она сообщила мне, она позвонила сразу же, сообщила мне об этом. Как бы, потом я узнал, что она хотела в качестве наказания, там, день без сладкого. Как бы, или сколько это? Я сказал сразу, неделя. А что, она семь штук съела? Нет, она съела восемь. Логика, логика. Я думаю, что каждый родитель, он руководствуется каким-то здравым смыслом, выдавая какое-то наказание, и имея цель не подавить своего ребенка, а приучить к какой-то мысли, что, во-первых, послушание полезно, и оно приводит к благословению, во-вторых, непослушание, оно приводит к нежелательным для ребенка последствиям. И если, скажем, за восемь съеденных конфет всего лишь один день, я лично посчитал, что это мало, не усвоит урок. Вот недельку, это да. А плюс еще мы увидели определенные благословения после этого. На числах, о 14 главе, да, там, как испугает, ну, типа, за каждый день, который они прибыли там, теперь Израиль будет год в пустыне. Но это такой вопрос. Мы идем к шаваоту. А празднование такого праздника в пустыне, мы когда говорим пустыня, в нашем разуме это барханы, это иксикуль, да, это там, эти деревья, верблюды и так далее. Что же мы можем видеть на самом деле, путь, который, и где путешествовал Израиль? Ну, это сегодняшняя территория полуострова Синайского, правильно получается? И довольно неплохое место, если так взять и разобраться. Где там и как там праздновать тот праздник, который называется Отчетом мэра и Пятидесятница, да? То есть, что нужно было делать каждый день после первого дня, как бы, после Пасаха, после первых плодов? Что происходило? Что делали? Смотрите. По традиции. Вообще, да, вообще, даже, в общем, традиция, пускай израильская, но по традиции. Давайте пока оставим традицию, давайте все-таки допилим тему с надеждой. С его надеждой или? С той надеждой, о которой вы говорили, как красной ленточке, которую вывешивала... А тикла, да. Ну, это и есть надежда, да. То есть, в данной ситуации, ведь, когда мы встречаем идею праздников, и в том числе о Шавуоте, то написано, когда войдешь в землю обетованную. То есть, там, если говорить о пустыне, пустыня не рассматривалась как то место, в котором они должны были праздновать Шавуот. Шавуот как раз-таки и предназначался для празднования уже в самой эре с Израиль, то есть, войти в ту обетование, войти в ту надежду... Тем более, что он как сельскохозяйственный праздник инсоцианируется. Почему мы в этом говорили? Потому что у людей, может быть, вопросы. Да, Бог дал нам Тору, да, дал нам... На Христина, скажем так. Да, и дал все указания. Почему-то одни правила подсчет шабата и всех остальных вещей. Оно четко регламентировалось и наказание приходило, плюс отношение в семьях и так далее. А ты говоришь о том, что некоторые праздники, особенно Шавуот, он мог быть не отмечен. Ну, в Левитах 23-й главе говорит, когда войдете в землю битва, ну, и там все праздники, по сути, перечисляются, начиная с шабата. И, по сути, как бы, и вот там есть... Другими словами, ты хочешь предположить, что 40 лет они ничего не делали, кроме ходили, пасли как коз и все остальное? Ну, что-то-то они делали. Мы знаем эти 36 стоянок, которые они прошли. Я, простите, что я так говорю, потому что просто хочется, чтобы наши... Я вам скажу больше, чего они не делали. Они могли бы обречены в рассуждении. Я вам даже больше скажу, чего они не делали. Святотатство, может быть, скажу, да, но они не делали обрезание. Потому что в книге «Иисус новин», когда они вошли в землю битва, вот там сказано, что в первой ихней стоянке они сделали обрезание. И сколько они там болели? Ну, обычно болеют три дня, зная ту практику, которая происходит. Нет, кстати, это интересный момент, потому что он показывает нам два типа обрезания. Обычно, по крайней мере, вот пока я вращался исключительно в христианских кругах, находясь вот в Кишиневе, в церкви слова веры, как бы для меня слово «обрезание», оно как бы, ну, вот то, что на восьмой день делается. И все, как бы уже здесь, находясь вот в Одессе, в еврейско-мессианской общине, учаясь в институте, изучая заветы, я увидел, что, оказывается, есть два принципиально разных обрезания. И многие люди, пытаясь становиться похожими на евреев, они в эти вопросы не вникают, они хотят обрезаться, и все. Как бы, ну, Господь же заповедал, это заповедание, ну, как бы повеление вечное. Войти в этот завет Авраама. Так вот, вопросом, в какой завет ты входишь? Если ты хочешь в завет Авраама, то там одни условия. Если ты хочешь в завет Маше, то там другие условия. Как бы интересно, что Иерусалимский собор, он запретил, он не запретил обрезание по завету Авраама, но он запретил обрезание для неевреев по завету Маше. Как бы, а люди очень часто не вникают в эти детали, в эти нюансы. А по поводу шоу? По завету врачей. Завет врачей – это отдельная идея. Ну, опять же, да, если бы мы говорим о Маше, о празднике Маше, ну, для меня очень это важно, потому что, я вам скажу так, что для меня отсчет дней от Песоха является тайной. Таинством, которое очень сложно разобраться для многих людей. А в еврейской культуре, в современной культуре, которая уже была переделана, там включили Лагмара Мэр. Да? Лагмара Мэр – Лагмара Мэр. Да, Лагмара Мэр – это, как бы, вот, праздник отсчета, плюс еще там костро всяких там. На могиле одного из их цадиков, святого человека, но мертвого человека, причем мертвого человека. А вы знаете, что, если прикоснувшись к мертвому, или гробнице, или к чем-то еще, ты нечист. получается, что они приезжали сюда. Поломничество на могилу – это, собственно, самоосквернение. самоосквернение. То есть, если говорить, по Моше, четко по Моше, ой-вей, мы, Израиль, еще нечист. Но, это будет тоже комментарий, мы уже увидим. Тем более, что могилы Моше, кстати, нет. Да. Слава Богу, слушай. Господь знал, что делать. Но какие любые сегодняшние могилы, ничего нам не мешает ее сотворить. Нет, ну вот это было бы уже... Для туристов, Валентин Романович, для туристов. Любая копейка, говорят, Израиль, это все равно копейка. Вернемся к нашей теме, я думаю, да? Немножко, минута юмора у нас была сейчас. Смотрите, почему мы считаем исход или книга чисел, вот как раз таки... Отсчитываем. Отсчитываем, да. Это заповедь. А там можно считать или не считать. То, что связано с шавот напрямую. Шавот или недели, как мы говорим, откуда само это название. Исход или книга шмот, да, 34-22, она четко нам говорит. И праздник седмиц или шавот совершайте. И здесь как раз таки приводится оно как праздник недель, который мы обязаны отсчитывать. От чего? И для чего? И для чего, да. Так как праздник начинался через семь недель после первого дня праздника пресноков. Здесь снова напоминается о том, что это первые плоды урожая пшеницы с одной стороны, но мы привязываемся именно к исходу. Да, да, да. Поэтому вот как бы здесь мы четко видим в самой Торе то, что они и говорят нам о том, что мы обязаны этот отчет делать. Вот мы его делаем. Хорошо, чем мы его подтверждаем? Один, два, три... Я же сказал о дня преснока. О день пресноков, как мы говорили, это день Мацетта, второй... Нет, 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 вопрос, как это выглядит физически? Как я могу узнать, что сегодня 32-й день у мэра? У себя... Нет, мы не говорим за 32-й день у мэра. Но мы хотя бы с первым разобраться. Нет, ну, что должно было произойти? Не иметь... То есть, как это конкретно делалось? Что просто в уме человека отчитывать? Нет, если мы говорим о первоначальном, да, об исходном варианте, то есть мы же о Песахе говорим и о дня первых кладонах. А уже мы говорим о практическом. Вот сейчас, если я знаю, что меня ждет какое-то событие, я открываю календарь, я смотрю, какое число сегодня, какого числа будет событие, я высчитываю разницу и я понимаю, что вот до этого события осталось столько-то дней. Ну, а это да, но там же и просто там отсчет, ничего не делать. Что-то же делалось? Каким-то образом это мирная жертва или же посвящение какое-то отделенное время? Нет, если мы говорим о пустыне, отделенное время же то есть. Если мы говорим о пустыне, то, насколько я понимаю, там вот таких жертв не было. То есть люди ожидали, они двигались к Синаю, потому что именно на Синае, собственно говоря, произошло заключение завета и можно сказать, что вот это вот и произошло как раз таки, ну, традиция, я говорю, дарование Торы, да? Ну да. Но, собственно, дарование Торы это прежде всего заключение завета Всевышнего со своим народом. что мы предполагаем, что было типа они ходили-ходили 40 дней, получили... Ну, они не ходили-ходили, потому что ходили-ходили, это можно сказать туда-сюда, они шли к конкретной цели. Цель была... У них была цель, они к этой цели шли. Цель встретиться со Всевышним и заключить, и войти с ним в договор. Я думаю, что народ не совсем это понимал, не зная, как Маше, скорее всего, все-таки имел какое-то представление, потому что он, по крайней мере, знал, куда везти и каким путем, действительно, не самым коротким. То есть, они пошли в обход. Возможно предположить, что от исхода до этой встречи вокруг, или стана вокруг горы, где Господь дал Маше Тору 40 дней. Маше написано, что Маше был взят Богом на гору, и там он по прошествии 40 дней... Маше несколько раз поднимался, завет, завет заключен был, перед первым сорокадневным. Завет был заключен, потом Маше поднялся получить скрижали, но завет уже был заключен. То есть, если мы оперируем вот этими понятиями дарования Торы как дарования скрижали, то это достаточно продолжительный период времени, это 40 дней, потом они разбиты, потом опять 40 дней, и потом уже другие скрижали, тогда о какой Торе мы говорим. Но если мы привязываемся к конкретному событию заключения завета, то это было перед вторым и третьим восхождением на 40 дней. То есть, завет был заключен. И в моем представлении, собственно, шо-вот, он связан именно с заключением завета. И интересно... 40 или 50 тогда получали? 40. 40 где он был там? Он был там наверху. 10 дней нужно было... Нет, нет, мы сейчас вообще не говорим, что он там был. Мы говорим о том, что они вышли в Авиеве, а пришли как раз-таки в третьем месяце, они подошли к горе. И вот как раз-таки, если мы говорим о новомесячье, то они пришли как раз-таки в новомесячье третьего месяца. Но там же была еще подготовка. Три дня они должны были освещаться, омыть одежды, к женщинам не подходить, то есть при встрече с Богом. Потом, после того, как они приготовились, как раз-таки вот они пришли на эту встречу с Богом. Вот тут мы и говорим, что вот это и было в Шавуот. То есть 50 это было дней? Возможно. Может быть 45? Возможно. Может быть 55 дней? Возможно. Но условно это воспринимается как 50 дней. Там Моше никуда не ходил еще пока. Это потом его Бог призвал уже получить. как раз-таки период заключения Завета он приходится на это почему нету. Шавуот это единственный уникальный праздник, которого мы не встречаем конкретного дня в Торе. У него нету конкретного дня, он привязан к 50-му дню после первых плодов. Почему? Интересный момент, на который многие акцентируют внимание, это то, что праздники, все праздники в Израиле, не в зависимости от того, на какой день они выпадают, они называются шаббатом. И в итоге получается, что Песох, сам по себе Песох, он может быть шаббатом, а может быть, то есть, грубо говоря, у нас есть шаббат, а на следующий день Песох, который тоже назван шаббат. Откуда вы считаете, от какого дня? Поэтому совсем запутали всех людей наших. Нормально, нормально. Можно я немножечко на тему Шавуота как бы с другой стороны? Смотрите, Бог, обращаясь к фараону, в самом начале говорит, отпусти первенца моего, а если этого не сделаешь, а если этого не сделаешь, я убью твоего первенца. И, собственно говоря, фараон был изначально предупрежден, не послушался и в конечном итоге. И тут интересный момент, что три дня пути. Сейчас я о другом немножко хочу сказать. Тут есть такой очень интересный образ, который практически полезен, который можно увидеть, вот, собственно, в диалоге Ишуа с Никодимом, когда Ишуа говорит, ты учитель Израиля и не знаешь ли об этом, предполагает, что Никодим, как знающий Танах, должен был знать. Вот этот вот интересный момент, взаимоотношения Бога со своим народом как отца с сыном. Ведь еврейская традиция рассматривает исход как рождение народа, как рождение ребенка. То есть, каким образом ребенок общается с отцом, когда он в утробе матери. Он может слышать голос, но он его не видит. И Израиль, он знал о том, что у него есть Бог, но он никогда не переживал личные встречи. родился, то есть, произошел исход, значит, и народ движется навстречу к своему отцу. Бог называет свой народ первенцем, своим сыном, и народ движется навстречу к своему отцу. Встречается с ним у горы Синай, и, собственно говоря, они входят в заветные отношения. Тут можно увидеть три разных уровня взаимоотношений с Богом. В Египте они знают о том, что он есть. У горы Синай они встречаются лицом к лицу. В результате этой встречи Всевышний вводит их в завет с собою, и они становятся одним целым. И это в шевод. И это, между прочим, три личности. Бог, Отец, который на небесах, Сын, который явил нам Отца, и Роа Хакодыш, который уже внутри нас. Три уровня взаимоотношений с Богом, которые проходит народ, которые проходит человек. И не зря еврейская традиция говорит, что исход это рождение, физическое рождение, приход горе Синай, вступление в заветы, получение Торы, это духовное рождение или обретение духовной свободы. И интересно, что эта же идея свобода, перекликающаяся с Шовуотом, присутствует у нас и в годичных циклах. То есть, годы Шмиты семь раз по семь, и потом год Ювэль пятидесятый, и пятидесятый, это несравненно более высокий уровень свободы, чем каждый раз по семь. И вот эти вот годы еврейский народ тоже должен был соблюдать, и тоже должен был практиковать вот эту вот свободу, освобождение рабов, возвращение своей земельной наделы, были какие-то условия, была возможность остаться в рабстве, но в год Ювэль это исключалось. То есть, год Ювэль раб должен был выйти на свободу, должен был вернуться в свой надел, должен был получить у хозяина зарплату и стать тем, кем Бог изначально видел каждого еврея. Свободным, наделенным своей землей, наделенным своим начальным капиталом, средством производства и будущим и являющимся благословением для других. Может поэтому у нас берут иногда в аренду на 49 лет, дают, а потом еще поднимают цены, надо по-другому, Ювэль должно быть прощение всех этих вещей, но, говоря об этом, мы опять же возвращаемся в Шавауту времена Маша. цель это быть послушным. Вторая цель это достичь цели, которую Бог поставил. Мы понимаем, что евреи не знали, что будет через 49 дней по исходу, но, как мы сейчас посмотрели, что-то произошло, что мы говорим о том, что был дан завет через послушание и правило, которое Всевышний дает Израилю через 10 заповедей. Другими словами, вот тут мы видим уже какой-то момент, через 50 дней, 149 дней, Маша возвращается уже с данным Богом обещанием, да, и видит, что происходит там безгладие такое, непонятно, что. я предполагаю тогда, что евреи вообще не знали, что ожидать, они делают то, что делают, как и многие люди, но Бог говорит, вот вам некие правила, то, что вас усилит, то, что даст вам силу, это закон. Вы понимаете, что... Тора. Да, Тора, или же может быть правило. потому что слово закона, оно имеет очень ограниченное значение. Я говорю правило и Тора, что дает именно вдохновение и силу и учение и стержи. Это не просто так. Поэтому должен был нам дано быть руах, это мы как вернемся как раз к иерусалимскому моменту, где утверждение было очень важным, что дало силу и продолжительную силу на сегодняшний день следовать Божьим правилам, канонам, веры и проповеди в Англии. Я так вижу. Для современного уже... Но это уже новозависия. Это мы уже в следующем модуле будем говорить. Ну, мы будем говорить об этом в следующем модуле. Но вот как бы наверное вот этот момент, что от исхода до Пятидесятницы. В Пятидесятницу они получают то, на чем они могут утвердить свое положение как народ. Ну, собственно, статус, статус. Ну, статусом этим наделяет Всевышний свой народ. Если мы принимаем. Да. Вот. А у них был выбор? Был? Потому что еврейская традиция говорит, что выбор был у всех народов, хотя мы этого не видим. Выбор насчет чего? Ну, принять или не принять Тору? Ну, мы же даже знаем, как Медраж говорит об этом, что когда они, вот эта сама фраза, и стали они у подножия горы, то Медраж говорит о том, что Бог поднял над ними гору, а они стояли под горой, и говорит, ну что, принимайте Тору? Или опускать? Добровольно они приняли? есть такая идея в современном иудаизме, что вступление в завет у подножия горы Синай произошло все-таки помимо воли народа? Или под давлением? Под воздействием тех чудес, знамений и прочего? Что вы хотите сказать? Что Владимир крестил Русь под давлением? Что такое же параллель, такая же самая? Ой-ой-ой! Далеко уйдем! Да-да-да, поблудимся! Я думаю, смотрите, я бы хотел немножко развернуть ракурс. Все-таки давайте не забывать одну вещь, что не всегда, скажем так, то, что мы встречаем в Торе, в Новом Завете перенимается один в один. Или мы должны находить, скажем так, те параллели, которые должны быть одинаковые. Даже когда мы возьмем Ешуа, когда он сел на горе и начал учить народ, так называемые заповеди блаженства, или гора блаженства, да, как ее назвали, то во многом есть заповеди, которые сказаны один в один, это касается больше милости, финансовых вот этих пожертвований и всего, да, но есть то, как говорится, сказано древними, а ты делай, и при этом они все во многом более устражающие имеют контекст, чем те, которые были даны в Торе. Я к чему веду? Что на самом деле, если мы хотим посмотреть на праздник Шавуа так, как видел его Бог и Маше, закладывая его в память народа, и, ну, как бы, тот смысл, который изначально он видел в Шавуате того храмового, скажем так, служения, когда был левит, храм, когда они входили в это свое обетование, земле обетованы, включая все, и, как мы говорим, Тору, которая это все включала и заветные отношения, то там мы увидим есть пять мест в Торе, которые говорят о Шавуате, о том, как Шавуат видят, как видел это Маше, как он учил этому евреев и, по сути, что это обозначало. Я думаю, нам, ну, как бы, довольно интересно будет увидеть, что как раз таки вот в этих местах Писания говорится и что конкретно вкладывается в этот праздник. Один из них это как раз таки помнить о том, что ты был рабом в Египте. И это как раз таки касается вот тех особенностей праздника, как уже того, когда ты вошел в обетование, когда ты имеешь эту землю, которую, да, мы помним, что вы войдете в землю, в которой вы не сеяли, вы не жали, вы не строили, это все было сделано для вас, вы войдете в это. И вот тут Шавуата как раз таки мы не видим. Но Шавуат мы видим уже тогда, когда мы видим Божью милость конкретно в нашей жизни. Мы посеяли, мы собрали, мы посадили какие-то деревья или первые плоды, или какую-то там скотину завели, да, мы увидели этот первый плод. И вот здесь на первое место выходит праздник Шавуат, праздник первых плодов, праздник первого урожая, праздник той Божьей милости, в которую мы входим. Именно вот это включалось, первое, помни, и второе, именно, что ты был рабом, и второе, вот мне этот нравится момент, который мы встречаем, что, когда ты будешь идти в Иерусалим, не забывайте, что это был еще один из тех праздников, когда и шли в Иерусалим, паломнических праздников, и возьми, ты должен был принести, идти не с пустыми руками, а с даром, и при этом дар должен был соответствовать тому благословению, которое ты получил в этот год. Ты сам его выбирал, такого нигде мы не встречаем. Есть еще одна изюминка этого праздника, хлебное приношение, две булки. Вот, 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 как раз вот я к этому пытался подвести. Это не был простым, простым, да, моментом. Даже вот то, что мы сказали, когда ты войдешь в землю, в обетованную, вот, что ты должен делать. То есть, все праздники мы уже объявили всем, что он практически стал употребляться по обетованию уже в земле, которая уже покорят, которую войдут. Такими словами, этот праздник, он все равно имел в виду помнить, но практиковать его можно только было уже, будем говорить так, в земле, где ты будешь жать. И вот первый сноб, будем говорить, на 15-е Ниссана приносили, на первый преснок, да, вот такой. Ну, все-таки там был позиция, что-то нужно было делать, что-то нужно было принести. Пустыми руками на праздники никто не отмечает. Особенно Господни, все господние праздники ты не мог отмечать пустым карманом. Извините, это мы видим в Писании, что должен принести, должен сделать, служение и тому подобное, тому подобное. мы говорим о потрясении сноба. Что еще как всему на праздник мы видим, это читается в современном сегодня мире и в синагогах это Негоровь. Почему праздники в это время было происходило. Итак, что должны были сделать священники? Так вот интересный момент, когда мы на праздник первого снопа потрясаем снопом, то как раз таки через 50 дней мы потрясаем хлебами. Хлеба не приносились в жертву эти две хлебных, вот в чем нюанс, во-первых, это было две булки хлеба, которые были испечены. Квастные. Квастные. Нигде мы не видим такого, ну как бы символизма. Да, что именно не то, что символизма, мы нигде не видим конкретно, чтобы в Торе было написано, чтобы это было квасное. Наоборот, мы видим, что это должно было быть бесквасное. Жертву всегда приносилось только бесквасное. Мука, вино и мясо, и елей. Вот четыре компонента любой жертвы. И в данной ситуации, когда мы говорим, что это должна быть булка дрожжевая, это уже может нас как бы привести. Отескуражить. Да, и при этом они приносились на одном полотенце. То есть поднимало. Нет, на одном полотенце. Вот оно возношение было, да, мы знаем, что оно возношение идет на четыре стороны света, вверх-вниз, то есть это те же самые, как мы привыкли к знамениям, крестам, осенению или чего там. Но при этом очень большой символизм. Давайте мы скажем так прямо прямой символизм. Чем? Вот смотрите, два момента. Первое это то, что на этот праздник в современной культуре еврейской религиозной жизни читается, зачитывается Руфь, потому что как бы вот там был праздник патрициона, жатва, и как бы здесь народ не еврейский, но и за частью еврейского народа, некий смикс и такой, да, вот, чего не нужно было смешивать и чего не нужно было приносить, да. Здесь тоже во всех праздниках приносится только без квас, да, то есть мука, елей, вино, да, как бы, да, такие вещи. И тут в этот праздник некая смесь квасного и можно сказать по христианским языком это смесь какая-то. Тут, походу, происходит нарушение повседневной логики. Галлогики, да. Не, то есть повседневная логика, все жертвы должны быть бесквасными, а здесь нарушение этой логики. История с Руд Моавитянкой. Моавитяне не имели права войти в общество Израиля, а тут нарушение повседневной логики. А дальше мы уже поговорим, как это все раскрывается в Новом Завете. Бедные равы, которые должны были это все объяснить и обобщить вот с этим нарушением логики, которая не должна вписываться в Галаху. Я когда-то для себя увидел такой интересный момент. Бог очень часто в Писании что-то или кого-то разделяет. И есть целые движения и течение столетиями развивающиеся, базирующие себя именно на этом разделении, забывая один небольшой момент. Не все, что он разделяет, он разделяет навсегда. Человека он когда-то разделил на мужчину и женщину, но не навсегда, а для другой цели. чтобы они соединились, но в совершенно ином качестве. Израиль и народы он разделил, но не навсегда, а для того, чтобы впоследствии соединить, но в совершенно ином качестве. Ефесянам вторая глава. Да, и так далее. Мы давайте закончим этот отрезок, потому что очень интересный, и придем к другому. Ну, пока мы возьмем паузу, чтобы... Еще, если есть, секунда. Секунда есть. Как раз в этом, да, смотрите, мы забываем еще или мы не учитываем одного момента, что это был за день для храма. И интересный момент, когда мы говорим во второзаконии в 26 главе, есть как раз-таки довольно уникальный момент, когда человек, который приносит первые плоды в храм, он... Дождь должна быть корзинка, он складывает это в корзинку, он приходит к левиту, написано, приди к левиту, да, и вот он держал с одной стороны, тот с другой, там было вероисповедание его, что мы, арамитянином, был отец мой в земле, ну вот, ты нас вывел, ты нам дал, ты нас благословил, да, и плюс к тому было еще исповедание ихней жизни или свидетельство ихней жизни, что от этих плодов, которые я получил, мы еще ничего не брали, чистота и то, что и святость, которая вот в этот день, она отмечается в сон. Ты когда начал говорить о корзинке, я сразу вспомнил на пасху, яйца и все несу. У меня тоже было как просили, Дорогие друзья, мы благодарны, что мы смогли вот пообщаться в этот первый отрезок нашей дискуссии по поводу от Шаваота до Пятидесятницы, время Моше, что происходило тогда. Я думаю, что нам не хватило бы и времени, и мудрости, и знаний, что конкретно проходило туда, во время этого странствования евреев в пустыне. И все-таки мы вернемся к следующей нашей теме, которая будет праздник Шаваоты в Иерусалиме. И это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...